Минобороны РФ в письме Баку. Искандеры в Карабахе не запускали. Азербайджан получил от Министерства обороны России письмо с ответом о ракетах Искандер-М в Армении. Но наша страна не удовлетворена изложенной в нем информацией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Минобороны РФ сообщила, что ракеты не запускались во время конфликта в Нагорном Карабахе. Министерство обороны России ответило на письмо Министерства обороны Азербайджана. Я ознакомился с этим письмом. В ответе указано, что российская сторона не установила пуска баллистических ракет. На самом деле это не полный ответ на наше письмо, потому что в нашем запросе основной вопрос заключался в том, как у Армении оказались смертоносные ракеты Искандер-М, сказал Алиев. Президент опроверг информацию о том, что Азербайджан совместно с Турцией якобы привез обломки ракет Искандер-М в Карабах из Сирии. Это откровенные обвинения против нас. В чем нас обвиняют? В фальсификации? Хоть один человек может сказать, что Азербайджан когда-то допускал фальсификации. Нет, подчеркнул он. Алиев указал, что республика в настоящее время занимается выполнением совместного заявления о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подписанного 9 ноября. Мы хотим, чтобы мир в регионе был вечным, отметил глава государства. По словам Алиева, у армянской армии не может быть ракет Искандер-М с дальностью полета 500 километров, поскольку у армянской армии могут быть только ракеты Искандер-Э, дальность действия которых 280 километров. Эти ракетные системы либо были переданы Армении, либо похищены и незаконными путями вывезены из России, предположил глава государства. Между Россией и Азербайджаном существуют связи стратегического партнерства. Российские миротворческие силы согласия Азербайджана размещены на наших землях, в Карабахе, Ханкинди и на прилегающих территориях, сказал президент Азербайджана. Мы надеемся, что в этот вопрос будет внесена ясность. Отношения между стратегическими партнерами должны быть искренними. Евгений Михайлов. Азербайджан пока не отпустит армянских террористов. По мнению российского эксперта, пока не будет установлена причастность тех или иных граждан Армении преступлением против мирных граждан Азербайджана, их не отпустят. Есть определенные причины, почему самолет в Ереване приземлился без военнопленных. Таким мнением поделился российский эксперт, военный корреспондент Евгений Михайлов. По его словам, причины этому азербайджанская сторона весьма доходчиво объясняет. Пока не будет установлена причастность тех или иных граждан Армении к преступлениям против мирных граждан Азербайджана, их не отпустят. Более того, большая часть удерживаемых в Баку были взяты в плен после подписания соглашения о прекращении огня. Если они не сложили оружие, то попадают под иные законы. «Я не вижу никаких проблем в дальнейшем установлении истины», отметил собеседник. Михайлов подчеркнул, что армянской стороне не нужно переживать на весь мир. На мой взгляд, Москва сдержит свои обещания перед Ереваном быть посредником в урегулировании сложившейся ситуации. Но опять же, это не значит, что Баку согласится на обмен всех на всех, так как у Азербайджана очень много вопросов к армянской стороне. «В любом случае, необходим диалог и он будет продолжаться», заявил российский эксперт. Ильхам Алиев. Я уже несколько раз говорил о мирном соглашении с Арменией. Президент Азербайджана не исключил подписание мирного соглашения с Ереваном. Президент Азербайджан Ильхам Алиев объявил во вторник о возможности заключения мирного соглашения с Арменией. «Мы считаем, что страница конфликта уже закрыта. Я уже несколько раз говорил о возможном мирном соглашении с Арменией», – сказал Алиев на конференции в Баку. Алиев считает, что ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха остается нестабильной после окончания боевых действий. Ситуация после войны остается нестабильной. Режим прекращения огня сохраняется. Но несмотря на это, у нас все еще есть много вопросов, связанных с послевоенным развитием, – сказал он. Алиев также призвал армянское гражданское общество к сотрудничеству в области мирного строительства в регионе. «В то же время мы должны смотреть в будущее. Здесь мы ожидаем большого взаимодействия со стороны гражданского общества Армении. Конфликт разрешен. Мы должны смотреть в будущее», – заявил президент. В Армении хотят начать свою 44-дневную борьбу. Газета «Паст» пишет, что на первом заседании гражданской инициативы третья сила Артак Тавмасян объявил о начале 44-дневной борьбы для устранения нынешней армянской власти. По сведениям издания, Артак Тавмасян и его команда предпринимают шаги для достижения своей цели не только за счет публичной, но и не публичной деятельности. В частности, как передают наши источники, сформированы профессиональные команды, проводятся обсуждения, озвучиваются существующие проблемы и публикуются дорожные карты их решения. Основные направления связаны с самыми важными для страны вопросами – вопросами безопасности и экономики. По сведениям, Артак Тавмасян не жалеет усилий и энергии, чтобы достичь ухода власти, используя свои обширные связи. Однако до окончания объявленной 44-дневной борьбы осталось всего 7 дней. Посему 23 апреля будет ясно, удалось ли устранить власть, пишет газета. Соединенные Штаты Америки понимают, после войны регион Южного Кавказа изменился. Как будут развиваться азербайджанно-американские отношения, анализирует посол Элин Сулейманов. В США понимают, что регион Южного Кавказа изменился, соответственно, подход к нему также должен измениться. Об этом в эфире телеканала CBC, комментируя отношения между Вашингтоном и Баку в постконфликтный период, заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Соединенных Штатах Америки Элин Сулейманов. Дипломат, напомнив об уникальном географическом расположении нашей страны, отметил, что Азербайджан – единственное государство, которое граничит как с Россией, так и с Ираном. Азербайджан, по сути своей, является мостом между Азией и Европой, и с каждым днем увеличивается роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. Азербайджан Азербайджан Азербайджан